Сегодня в поле зрения ГАИ попал участок дороги по улице Махновича в Бресте. Густонаселенный микрорайон, высокая интенсивность движения в часы пик. Именно здесь на днях по проезжей части в 7 часов вечера гулял двухлетний малыш. Старший инспектор по особым поручениям Наталья Сахарчук поясняет, что только благодаря внимательному водителю беду предотвратили. Она считает, что взрослые не должны быть равнодушными. Учить и помогать надо не только своим, но и чужим детям. Здесь довольно-таки оживленный участок дорожного движения, большая интенсивность транспортных средств. Особенно в воскресенье, когда вечером все возвращаются с деревень, с загорода, с отдыха. И это слава богу, что малыш не попал под колеса. Поэтому если кто-то видит такую ситуацию, видит вообще просто, что дети нарушают правила дорожного движения, переходят на установленном месте, переезжают на велосипед и так далее, хотя бы просто остановитесь и сделайте замечание. Правила перевозки детей в автомобилях – тема номер один. Автокресло, бустер и ремень безопасности способны сохранить жизнь маленькому пассажиру. С каждым годом сознательных родителей становится все больше. В машине Натальи из Нижнего Новгорода два кресла для четырехлетней Милы и годовалого Прохора. На безопасности своих детей россиянка не экономит. Семья много путешествует, и дети привыкли передвигаться в автокреслах и автолюльках с рождения. Чтобы детям было удобно, мы много путешествуем, чтобы они могли спокойно там сидеть, спать и длинные дороги переносить хорошо. Ну и чтобы ремни были хорошие, боковые штучки были. Я считаю, что экономить на безопасности детей нельзя. У нас очень хорошее кресло, выбирали очень долго. С восточными соседями солидарные белорусские водители. Супружеская пара из Иваново не снимает автокресла, даже если не берет с собой в поездку сына. Малыш приучен к специальным удерживающим устройствам с рождения. Сразу же мы купили как переноску, то есть с нуля до 12, а сейчас там повыше идет разная весовая категория детей до 6 лет. Свыше там уже пойдет по росту бустер, оно разбирается, это кресло. Конечно, нужно покупать, и на этом не стоит экономить. Это как бы продолжение нашего рода, наша дальнейшая жизнь. И мы за ее в ответе, как бы вот это мое мнение, не надо на этом экономить. Статистика вещь упрямая. Только за 6 месяцев 2018 года произошло 40 аварий с участием детей. Погибли пятеро. 46 детей получили травмы. 11 июльских дней пока обошлись без погибших. Но пополнили печальный список четырьмя ДТП и четырьмя травмированными. Чаще других в опасной ситуации попадают юные велосипедисты. Поэтому сотрудники ГАИ ежедневно выходят на дорогу и ведут разъяснительную работу с детьми и их родителями. Если пешеходный переход нерегулируемый, как вы и зебра говорите, нету пешеходного, нету светофора, да? Что нужно сделать? Подождать пока все машины. Нужно. И посмотреть по сторонам. А куда мы, зайка, сразу смотрим? Налево или направо? На лево. Правильно. Дети – это наши, как говорится, губки. Они впитывают то, что делают взрослые. Хотите, чтобы ребенок был цел и невредим? Делайте так, чтобы ваши дети повторяли, как правильно и безопасно себя вести на дороге. Ирина Альшова, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.